Продолжение следует... Здравствуйте! Меня зовут Нифонтов Николай. Я учусь в Северо-Восточном федеральном университете на четвертом курсе физико-технического института. На днях у меня взяли интервью. Казалось бы, нет ничего в этом особенного. Журналистка задавала мне вопросы, просила рассказать о работе интеллектуального совета, о научных изысканиях студентов, обучивая. Николай, мы знаем, что ты очень занятой человек. Во-первых, учеба, во-вторых, ты председатель интеллектуального совета, но, наверное, есть и другие заботы и увлечения. Как ты все это успеваешь? Честно говоря, просто рассчитываю день за день вперед. То есть вечером прихожу домой, составляю на следующий день план, планировку, и действую только строго по нему. И все же, отвечая на вопросы журналистки, я вдруг ощутил себя в сдающем тест-экзамен на профпредводность. Ведь я второй год являюсь председателем интеллектуального совета. На меня возложена большая ответственность за содержательную часть работы этого совета. Признаюсь, мы как общественная организация все еще находимся на стадии становления, поскольку до этого никогда не было подобной организации студентов. Поэтому нам приходится с нуля начинать деятельность нашего совета. Тем более, о таких организациях в других кузов России я не слышал. Николай, ты учишься в этих стенах уже четвертый год. Какую роль для тебя играет университет? Университет для меня стал уже вторым домом, честно говоря. Я провожу в нем, можно сказать, иногда, а не 24 часа в сутки, но больше 10 уж точно. А какие перемены произошли с тех пор, как университет стал федеральным? Во-первых, статус. Уже само название, то, что он стал федеральным. Во-вторых, с сменой естественного ректора изменилось очень многое. Во-первых, отношение к студентам-преподавателям, отношение самого проректората к студентам. Произошло очень много таких вот перемен в научной сфере, в общественной. Создано очень много новых студенческих организаций. Девушка как будто читала мои мысли. И задавала мне как раз те вопросы, на которые я и сам искал ответы каждый день. Все свое свободное от учебы время я занимаюсь вопросами СИС. Меня все время подстегивает мысль о том, что все я делаю, как руководитель совета, все мало. Хочется найти какие-то новые формы работы. Как-то обогатить содержательную часть работы нашего совета. Пытаюсь понять, чем наши промахи, ошибки. Оказывается, создавать что-то с нуля – дело непростое. Сразу результатов не добиться. Нужно какое-то время для становления, чтобы понять, по какому пути идти. При этом мы все понимаем, что название нашего совета говорит само за себя. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести такую работу, которая могла создать условия для развития интеллектуального уровня наших студентов. Вот недавно, например, я собрал активы, чтобы выработать основные направления научной платформы студентов университета. А основные цели и задачи, чем будет именно заниматься научно-обладком студентов? Мы много и долго спорили, каким должна быть содержательная часть научной платформы. Чего мы добиваемся? Ну да, они же все по-разному уйдут. Все будут заниматься своим делом, например, медицина, медики. Они же не будут сидеть с математиками. Они скажут, мы пойдем в больные меданимации и уйдут. Это уже внутри структуры, по отдельным секторам разобьется, он, да? Ну, все-таки, нет. Все, это математика, это луководка. Какое произойдет некая централизация? Не-не, а почему именно вот математик? Математик может по желанию, допустим, заниматься, чем другим, вместе с медик, то же самое может быть. Математик может моделировать. Самое главное, кто им будет курировать. После двухчасового обсуждения мы пришли к определенным итогам и согласовали основные направления научной платформы. Теперь остается доработать и внедрить его в жизнь. Николай, мне интересно узнать, а ты сам занимаешься научной деятельностью? Ну, наука – это неотъемлемая часть моей жизни, потому что я физик-теоретик. Я рассказал девушке о своем первом научном опыте, где практика сочеталась с теорией. В прошлом году я работал в малом инновационном предприятии у себя на кафедре и проводили опыты в нашей лаборатории. Наша задача заключалась в разработке и внедрении способов для предварительного обогащения киммерлитов. Для этого мы изготовили имитацию киммерлитового керна, а также участвовали в проведении экспериментов и обработке полученных данных. Долгое время мы разрабатывали пропорциональный состав для имитации киммерлитового. Было интересно. А установка была создана из простой блокарки и подручных инструментов. Это была самая увлекательная часть нашей работы. Затем мы приступили к неприятной части наших опытов. Даже как шумит этот прибор, доставляла нам масса неприятностей, поскольку ее звук можно было лишь сравнить с роем мух, которая летает по комнате. Всего у нас было 30 экземпляров. Да, анализ каждого из них у нас занимала уйма времени. Чуть ли не ночуя в университете, мы прошли эту часть экспериментов. И вот настала проверка КОСТ. Она оказалась довольно тоже интересной. Были созданы макеты в форме кубиков, которые мы давили под пресс, чтобы узнать устойчивость этих материалов. 26,77. А когда работа наконец была закончена, мы были просто счастливы. Журналистка попалась на стыдно. Еще более часа она задавала мне различные вопросы. Основной круг вопросов касалась вокруг деятельности Совета в области науки, что конкретно мы делаем в этом направлении. Кстати, наша прямая обязанность в привлечении научной деятельности других студентов. У нас немало кружков в этом направлении. И все же, со временем мы намерены инициировать организацию различных клубов по интересам. Прежде всего, в научной сфере. И в том числе, по новым технологиям. Мне кажется, организация и содействие внедрения научных кружков – это одна из важных задач нашего Совета. А ты не жалеешь, что выбрал именно в Северо-Восточной Федеральной Федерации? Отвечая на его вопросы, я уловился именно о том, что с тех пор, как взвалил на себя эту обязанность, у меня практически не хватает времени для собственных увлечений. Приходится чем-то жертвовать. Раньше я иногда ходил в ПЦ заниматься музыкой, играл на гитаре. Последний раз это было год назад. И теперь, кажется, забыл и аккорд. В конце интервью журналистка попросила меня рассказать подробно о недавно прошедшем «Ночной науке» в Севу-Фул, чтобы у зрителя сложилось определенное представление об этом мероприятии. Впервые мы провели «Ночной науке» в прошлом году. Идея проведения такого мероприятия позаимствована нами за рубежом. Суть ее заключается в том, чтобы стимулировать интеллектуальное развитие студентов. Чтобы они расширяли свой кругозор. Ну, дорогие друзья, в первую очередь разрешите вас поздравить с таким праздником замечательным. Я вижу, вы, наверное, устали уже, хотите играть, да? Да! Ну, молодцы, давайте, я не буду терять время попусту. И сейчас, через пару минут, мы начнем. Хорошо? Да! Еще раз праздником! Нас обрадовало то, что участников в этом году стало еще больше. И в нем приняли участие школьники, студенты и аспиранты. Ну, хочу сказать, что данное мероприятие под именно ночной луке с самым конкурсным основом будет проходить примерно до 12, до часу ночи. А дальше планируется пискотека. Во время конкурса в первом этапе брейн-линга меня больше всего волновало то, что кто-нибудь из ребят попытается шульничать. Как это обычно бывает в нашем современном мире. Но по ходу игры я понял, что мои объяснения были напрасны. Все играли честно и радовало то, что уровень знаний большинства игроков было выше среднего. 40 веков назад. 40 веков? Нет. Именно потому, что всего 4 команды нет, тогда я думаю, что мы в рамках. Команда Крайд Аврора Ти-12 Гуд Форсес Команда 7 Чаха Норриса Итак, ребята, сейчас будет проводиться второй тур. Тур – это творчество. А задание второго тура было связано в какой-то ней социальной позиции студентов. Здесь ребята меня немного огорчили. Поскольку только одна из команд посвятила свою конкурсную работу к актуальным проблемам общества. Из подручных предметов они сделали макет, выражающий проблемы наших дней, который образно выражает суицид, наркотики и речи фегусы. То есть, этот тур наглядно показал, что только пять процентов студентов из их присутствующих были обеспокоены происходящими. И мы тут отобразили человека, который попал под зависимость и связанных привычек и который сонкнулся себе и никуда не может быть отсюда. То, что здоровье наше людей – наш волкар. Здоровые дети – здоровая нация. Вот это мы сделали корни. Это если ты будешь здоровым, у тебя будут здоровые корни. Просто без солнца человек не может развиваться и идти вперед. Солнце – это тот небесный ориентир, к которому движется каждый человек. На третий тур вышли Чак Норрис Феи-12 Но тем не менее мое огорчение быстро забылось, когда мы приступили к третьему туру. Участников осталось очень мало, но напряженности и переживания только усилились. Дело в том, что все, кто из игры участвовали в шуточном тотализаторе и поэтому интригом возрастало. В зале происходило что-то невероятное. Сплеск эмоций, адреналина, командной игры, единение духа – это было что-то. И на последнем этапе, честно признаюсь, я болел за командную ИТФ. Во-первых, они представляли свой факультет, а во-вторых, там были наши пятикурсы. Я был чертовски рад, когда наше мероприятие закончилось всеобщим воодушевлением и подъемом духа. после завершения конкурса все дружно начали танцевать на дискотеке и победитель и побежден. И не было видно расстроенных лиц. По окончании вечера мы с ребятами подвели итоги и поняли, что по ходу дела появилась масса идей, как в будущем проводить ночь науки. я очень рад, что мне довелось собрать свою команду в СИС, благодаря которому прошло столь грандиозное мероприятие. Вот так прошло мое первое интервью в жизни и оно было полезно отеим странам. Когда закончил школу я точно знал где я хочу учиться именно на какую специальность я буду поступать. А ты не жалеешь, что выбрал именно Северо-Восточный федеральный университет? Нет, не жалею. В то время, когда я поступал, у меня еще поступил в ГГУ Московский горный государственный университет, но я решил остаться в республике и себя на родине. Не знаю, мне больше маты не надо.